в прошлый раз мы говорили об испанской золотой визе и тогда же обещали обратить внимание на другую возможность для переезда как говорится выполняем обещанное семьям дети которых задумываются об учебе в испании смотреть особенно внимательно саша но если я золотой визе в испании знают более менее все ну по крайней мере те кто интересуется данным вопросом то вот вид на жительство без права на работу история более загадочная давай несколько слов об этом вообще откуда ноги растут почему появился такой вид на жительство вид на жительство без права на работу так называемая белая резиденция она создана правительством испании для людей которые могут себе позволить проживать стране и не работать для состоятельных людей с какой цифры начинается состоятельность по крайней по этой программе законе четко указаны эти цифры на главу семьи вы должны предоставить документы о зарплате в месяц 2136 евро и на каждого члена семьи 536 евро если у вас семья состоит из трех человек это значит 2136 плюс 536 и плюс 536 умножаем потом эту сумму на 12 вот эта сумма должна быть у вас минимум на вашем счету в испанском банке и еще должны предоставить документ о том что эта сумма постоянно будет у вас прибывать на ваш расчетный счет в испании или в россии например получается что это зарплата я должен ее получать зарплата или доход я его должен получать за пределами испании у себя на родине это обязательно условие потому что вы же здесь будете жить и у вас не будет права на работу бизнес ваш должен там существовать и работать приносить вам прибыль ты сказал слово зарплата но мы можем трактовать довольно широко то есть это не только именно зарплата как наемного сотрудника это может быть некий доход не обязательно связаны именно с работой конечно у нас есть такие случаи когда люди имели много недвижимости по всей россии они сдавали свою недвижимость в аренду показали это все легально деньги которые получали они и перри и этих документов достаточно было чтобы они проживали здесь один месяц я работаю успешно другой месяц я не работаю в прошлом году у меня были хорошие доходы в этом не очень за какой срок я должен показать стабильный свой заработок с тем чтобы эта история устроил испанцев минимум шесть месяцев должно быть указано в документах или же лучше показать весь год чтобы они могли понимать вашу стабильность зависит ли все-таки положительное или отрицательное решение от того какой статус у меня как у работника я руководитель предприятия или я наемный сотрудник или это не столь принципиально не столь принципиально на самом деле важно чтобы у вас был стабильный доход больше ничего и все-таки тогда еще одно уточнение но есть сферы условно говоря более рискованные где люди чаще меняют работы есть сферы где человек может работать там с практически всю свою жизнь если какая-то зависимость вот именно от места твоего работы от твоей работы на самом деле нет на самом деле здесь более важно то чтобы у вас на счету были деньги я имею ввиду к тому что иногда испанцы просят вас положить деньги о которых мы говорим насчет в испанском банке это как бы подстраховка для того чтобы если у вас что-то пойдет не так или вы сильно заболеете вас были средства для того чтобы здесь излечить хотя страховка страховка медицинская испанская обязательно при получении данного вида на жительство на какой срок выдается подобного рода виза она выдается первый год на один год потом на два на два и на пять показывайте доходы свои или деньги на счету в банке показываете эту сумму необходимо для проживания в этой стране то когда вы будете продлевать на два года необходимо показать доходов на два года например вот многие приезжают нам пенсионеры они уже не работают у них есть просто эти деньги для проживания они переводят сюда бабушка и дедушка переводе сюда сумму условно там 40 тысяч ложить на счет в испанском банке и ведь на жительство получают потом когда надо будет продлевать они должны показать уже 80 тысяч на счету чтобы им продлили на два года в чем принципиальное отличие этой программы от программы золотой визы для меня как для потенциального соискателя конечно разница существует золотая виза вас не обязаны здесь находиться круглый год хоть один день этого достаточно а вот если вы имеете белую резиденцию вид на жительство без права на работу то вы обязаны здесь находиться больше 183 дня в году то есть этот момент будет проверен через год и если нет то вам просто на этом основании не продлят и такие прецеденты были 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 наши многие клиенты говорят а кто-то будет считать я вам скажу считают берут ваш паспорт и считают въезды ваши выезды и до дня считают и посчитать если у вас будет 181 день все вам уже и не продлят 182 не продлят должно быть больше 183 дня в году вот это белая резиденция несет какие-то требования или ограничения по владению недвижимостью абсолютно нет во первых для получения этой белой резиденции необходимо иметь свою собственность или арендовать данную недвижимость принципе закон не заставляет купить недвижимость чтобы получить этот вид на жительство и соответственно требования к какому-то конкретному объекту не принципиально ты можешь жить ну хоть за 10 тысяч покупайте квартиру главное чтобы вам было где жить и покажите доходы на которые вы будете здесь жить и не претендовать на рабочие места для кого тогда это виза оптимальна и почему кто-то выбирает именно такую на первый взгляд менее выгодную с точки зрения твоих обязательств перед испании у нас допустим есть такие случаи когда семья из трех человек муж жена и ребенок они делали вид на жительство на жену и ребенка они здесь проживали постоянно круглый год а отец приезжал сюда просто по обычной визе которую получают на 5 лет как собственники недвижимости обычная виза на до 180 дней году популярная схема когда у себя на родине глава семьи продолжает зарабатывать деньги и обеспечивать вот эти вот белую резиденцию тем людям которые живут здесь постоянно членом своей семьи такой вид на жительство могут получить члены семьи которые сами по себе не зарабатывают мы просто показываем что у них есть возможность в течение какого-то времени в законе сказано что членом семьи является муж жена и несовершеннолетние дети можно внести еще родители так как они являются первыми родственниками получается что этот вид на жительство это реальная эффективно работающая история для тех кто хочет связать свою жизнь с испании в основном у нас это пенсионеры и молодые семьи где учатся дети в испании ну что ж своем же в первом приближении разобрались все вопросы задавайте в комментариях а мы теперь совершим путешествие по коста бланке посмотрим на главные города в которых работают наши коллеги